Итак, всем привет, добро пожаловать на первое занятие программы разборов. Первое, что вам необходимо сделать, это добавить меня в свой скайп. Он написан красными буквами в чате. Я надеюсь, это видно. Если им не видно, название скайпа указано на странице ВКонтакте. Не видно. Давайте я еще разочек напишу. Давайте я еще разок напишу, чтобы вы его здесь увидели сейчас. Your Angel 83. Вот так выглядит скайп. Пожалуйста, ищите. Добавляйтесь. Не обязательно это делать в виде суеты. Прежде чем вы будете добавляться, расскажу коротко о смысле этой программы. Еще разочек. О, ребята добавляются. Прекрасно. Расскажу коротко о смысле. Это вторая часть, которую мы будем заниматься после базового тренинга сезона. Мы не будем здесь изучать то, зачем звонить мне, Господи Иисусе. Кто вас просит? Евгений, зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Пожалуйста, не надо. Программа будет какой? Я не буду рассказывать методологию. Я не буду рассказывать детально то, что мы изучали на сезонах. Мы будем всего лишь навсего играть в шахматы на четырех-пяти досках за занятия. А именно, мы будем разбирать кейсы, конкретные случаи конкретного человека. Вы услышите его жалобы голосом, но вы не будете его видеть. Вы будете слышать и видеть меня, но героя вы видеть и слышать. Слышать будете, видеть не будете. За одно занятие, которое длится два с половиной часа, мы планируем разобрать от четырех до пяти клиентских случаев. Примерно по 20-25 минут. Зачем? Зачем вы мне звоните? Можете мне ответить на этот вопрос? Господа невротики, я вас очень прошу. Выпейте феназепам, вкалите себе аминозин с галоперидолом. Что угодно делайте, но дайте мне работать. Я вас очень прошу. Привяжите себе руки к кровати. Привяжите себе руки. Не звоните мне, я вас очень прошу. Что же за люди такие? Ну что вы? Если сейчас кто-то будет нарушать правила, я долго не буду вам все это пояснять. Я просто вас удалю. Окей? Если еще не будет, какой-нибудь невротичный засранец захочет мне позвонить и отвлечь меня, вы просто покинете данное мероприятие. Я не шучу. Я достаточно прямолинейный и жесткий товарищ. Поэтому я вас сразу говорю. Руки убираем нахрен от клавиатуры с мышкой своей. Пока я не сказал звони. Окей? Оби. Поэтому данная программа рассчитана именно на большее слушание случаев. Хотелось бы вам сказать, что не старайтесь воспринимать эти занятия со словами «хоть бы я или меня выбрали». У нас нету задачи выбрать именно конкретно вас из участников. У нас есть задача выбрать разнообразные случаи. И если в этот раз вас не выбрали, это не значит, что вы плохой, ваш случай нетипичный, или Алексей Красиков не хочет со мной работать, или еще что-то. Это означает, что просто я принял решение. Я же вас не знаю никого из 106 человек, кто сейчас находится онлайн. Я буду выбирать, исходя из разнообразия построения занятия. Начнем мы с того, что я посчитаю нужным. Дальше продолжим выбирать те случаи, которые я посчитаю нужным. Это никак не относится к каким-то конкретным людям. Я ни с кем заранее не договаривался. Я никого не знаю. Наверняка вы меня лучше знаете, чем я вас. Но если есть коллеги, предлагаю просто внимательно смотреть, как я задаю вопросы. Обратите внимание на то, какие я вопросы задаю. Как я выстраиваю диалог. Обратите внимание на ошибки наших героев, которые наверняка будут присутствовать. Так что предлагаю вам внимательно слушать. Единственное, у меня к вам просьба. Не надо мне писать в скайпе. Возьмите меня. Возьмите меня, Алексей. Есть дамы, которые пишут нам постоянно, чтобы я их взял. Я прекрасно понимаю вашу невротическую проблему. Но я вас не возьму. Если особенно, вы мне пишите. У меня есть очень четкий пункт. Я не работаю с очень навязчивыми людьми. То есть, когда люди начинают навязываться. И не очень адекватно навязываться. Я просто этих людей игнорирую. Поэтому, чем больше вы будете навязываться своей писаниной и прочими вещами, тем больше у вас шансов, что я проигнорирую вашу просьбу. И, к сожалению, некоторые товарищи считают, что надо просто вынести мозг Алексея Красикова. Тогда он уж точно согласится со мной поработать. Вы здесь просто диаметрально ошибаетесь, потому что это не так. А наоборот, чем больше вы мне вынесете мозг со словами «Возьмите меня, возьмите меня, ответьте мне, возьмите меня, ответьте мне, возьмите меня, возьмите меня, возьмите меня, возьмите меня, возьмите меня, мне очень плохо, возьмите меня, возьмите меня, Алексей, мне плохо, возьмите меня, Алексей, возьмите меня, мне так плохо. Ну где же вы, Алексей, вы же онлайн, вы же онлайн, возьмите меня, вы же онлайн, Алексей, вы онлайн, я вижу, я вижу, вы онлайн, возьмите меня». Чем больше вы будете так себя вести, тем больше вероятности, что вас просто пошлют нахер. Соответственно, наша с вами задача, я не шучу, это действительно реалии моей жизни. И если бы вы посидели со мной недельку рядом, вы поняли бы, насколько тяжела и сложна эта работа. Вы даже себе близко не представляете, насколько она тяжелой. Является в таком объеме. Я мало знаю коллег, которые работают в таком объеме. Объеме персональных занятий, объеме дистанционных занятий, объеме всего остального. И это не просто так, потому что это очень-очень морально сложно. И требуется достаточно большое количество ресурсов на то, чтобы выдерживать весь этот, всю эту саду Магамору. Тут, понимаете, у нас люди не могут одного невротика вынести на работе или в дома. А у меня их тысячи. Можешь себе представить объем веселья? Поэтому, ну, как говорится, назвался груздем «Полезай в кузов». Поэтому, собственно говоря, я в кузове. Ну что, давайте посмотрим, что у нас тут со скайпом. Ой-ой-ой-ой, как много. Сейчас мы вас всех добавим. Устраивайтесь пока поудобнее. Здравствуйте. А, да, я понял, сейчас я всех приму. Вроде все, кто хотели. Сегодня, во всяком случае, ребят, вы можете добавляться и в течение завтрашнего дня. Нет в этом ничего страшного. Вы можете добавиться. Это мой рабочий скайп. Не надо, пожалуйста, его насиловать 24 часа в сутки. Я вас очень прошу, да. Достаточно просто-напросто один раз в него добавиться, для того, чтобы вы в нем были. Писать ваши душесчипательные истории тоже нежелательно, потому что поймите, что у вас огромное количество. Поэтому имейте, пожалуйста, уважение к вашему консультанту. Чем более уважительно вы будете относиться и понимающий без насилия с вашей стороны надо мной и моими ассистентами, тем больше вероятности, что я буду больше для вас снимать видео, больше записывать аудиосообщения в Телеграме и больше работать для вас еще большим энтузиазмом. Когда вы начинаете прессинговать, начинаете включать дурнину коллективную, то никакого желания вам помогать ни у кого не будет. Надеюсь, вы это прекрасно понимаете. Поэтому очень часто у врачей мало желания вам помогать, потому что зачастую поведение пациентов, оно отталкивает какое-то желание вообще помогать этим людям. Итак, спасибо, что выслушали. Мы начинаем наше первое занятие. Вроде все увидели скайп. Прекрасно. Я удаляю все наши записи. И я вас прошу сейчас спокойно, без суеты, очень коротко описать, в чем вы считаете ваша проблема и ошибка. Буквально одно короткое предложение. В чем вы считаете ваша ошибка, что не получается. И мы начнем выстраивать первое наше занятие. Не в скайпе, а сюда пишем. В эту комнату. Коротенько. Соответственно, кто хочет, чтобы... Близко к сердцу беру. Все. Все должно быть идеально, как я задумал. Перегораю везде. Отношения с мамой. Оцениваю себя и людей. И злюсь. Завышенные требования к людям. Вина перед мамой. Умерла три месяца назад. Непростые детские отношения с мамой. Привычка страдать. Ну, давайте остановимся. Спасибо. Из того, что я написал, давайте сейчас я попрошу мне позвонить в скайп Татьяну. Которая пишет про близко к сердцу беру все. Все должно быть идеально, как я задумала. Таня, позвоните мне, пожалуйста, в скайп. Можно не видеозвонок, можно аудиозвонок. Я все равно скрою ваш звонок. И запись будет только этой комнаты. Вас будет только слышно. Пожалуйста. Татьяна. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что позвонили. Вы у нас сегодня первая. Я поздравляю вас с дебютом. Мы вам обязательно что-нибудь подарим. Надо вас запомнить будет. Потому что вы первые герои нашего формата. Итак, Татьяна, вы написали близко к сердцу беру все. Все должно быть идеально, как я задумала. Как вам кажется, почему это самая главная ваша жалоба, на которую вы жалуетесь? Ну, по-моему, я чрезмерно перфекционист. А как это проявляется? У меня должно быть идеально все. А если что-то не идеально, что вы думаете? Я очень злюсь. Я злюсь на себя. Нет, подождите. Злитесь – это эмоции, это последствия. Думаете вы что, когда что-то не так идеально? Еще раз, Алексей, у меня зазваивает. А вы выключите, пожалуйста, комнату вебинар. У вас тогда будет не раздваиваться звук. Потом просто зайдете. Получилось лучше? Да, лучше. Прекрасно. Итак, то, что вы злитесь, когда что-то не идеально, это последствия эмоциональные. Но перед этим вы что-то думаете. Что вы думаете, когда что-то не идеально? Почему так именно со мной происходит? Почему происходит с вами не идеально заправленная кровать? Да. Замечательно. Ну, давайте посерьезнее сейчас. Вы же были на каком-нибудь сезоне. Ну, я сейчас как раз у вас на шестом сезоне. Ну, прекрасно. А где же наше должествование? Ну, да. Я должна все делать идеально. Все вокруг должны делать идеально. Для того, чтобы? Для того, чтобы не обозориться, чтобы не упасть в глазах своих близких, коллег. Ну, наверное, как-то так. А с чего вы взяли, что если ваша кровать не идеально заправлена, то вы опозоритесь? Не знаю, это какое-то внутреннее состояние, что должно быть идеально. Это не состояние, это убеждение. Что если что-то не идеально, это означает, что я опозорюсь. Ну, да. А можете мне пояснить этот логический вывод? Как вы видите логику? Что-то не идеально равно я опозорюсь. Как вас позорит ваша не идеальность? Ну, с самого детства, в принципе, меня заставляли все делать идеально. То есть ты должна быть лучшей. Не будешь, не хочешь учиться, можешь картошку продавать на базаре. Ну, вот как-то так мне отец это говорил. И дворником будете, да? Да. Я всегда стремилась быть лучшей, потому что я буду на базаре картошкой продавать. Какие-то сейчас эмоции присутствуют? Присутствуют. Я на самом деле очень переживаю сейчас. Потому что вы должны идеально говорить? Ну, да. Для чего? Для того, чтобы не опозориться перед всей аудиторией. Татьяна, запишите себе в рабочую тетрадь одно сочетание. У вас есть ручка с бумагой под рукой? Да. Пишу. Если я ошибаюсь или делаю что-то неидеально, это означает, что я опозорилась и я плохая. Угу. Как вам кажется, это убеждение верно или неверно? Оно объективно или нет? Ну, по отношению ко мне, да. Да, это что значит? По отношению ко мне, оно верно. Но это как, с одной стороны, неверно. А с какой неверно? Ну, каждый человек имеет право на ошибки все-таки. Почему? Ну, потому что есть человеческий фактор, и люди не бывают идеальными. Я это понимаю. Ну, не похоже, что вы это понимаете. Ну, не до конца, наверное, все понимаю. Прежде всего, я эту идеальность требую больше от себя, чем от кого. Я понимаю, потому что у вас есть убеждение, что идеальность равно ваша нормальность. И не позор. Приведите мне пример, где вы опозорились в вашей жизни от того, что вы что-то сделали неидеально. Например, вы неидеально заправили кровать, или вы неидеально убрались. И как вас это опозорило? По факту, без фантазий. По факту, как вас позорит неидеально заправленная кровать или неидеальная уборка дома? По факту. По факту, собственно, моему мужу вообще все равно, как это заправляет у кровати. И как ее убираться. Мне повезло. Как же вас это опозорит? Ну, перед ним никак. Ему совершенно плевать. А перед кем? Перед домовым вы позоритесь? Перед котом. Перед котом. Перед собой, естественно. То есть, вы считаете, что у вас есть такое требование, что все должно быть идеально и никак по-другому? Ну да. И, соответственно, вы каждый день делаете одно и то же. Да? Ну, по отношению к себе, да, требую. А как вам кажется, что необходимо начать делать, чтобы потихонечку начать с этой привычкой и с этим убеждением справляться? Ну, как говорит мой папа, забить. Я вас поздравляю, но в данном случае я не ваш папа, а как вам кажется, что вы делаете изо дня в день, что продолжает подкреплять вашу привычку и ваше убеждение? Продолжаю требовать от себя все это. Возможно, перестать требовать от себя. А еще что вы делаете? Попробовать не заправить кровать идеально. Вот. Уже теплее. Запоминайте, пожалуйста. До тех пор, пока вы что-то там понимаете, но делаете по-старому, эта привычка и это убеждение не выйдет из вашей мыслительного поведенческого паттерна. Проще говоря, вам придется с завтрашнего или сегодняшнего дня перестать делать идеально то, что вы всегда делали и увидеть, что ничего в этом мире и с вами не случится, кроме одного – снятия напряжения. Возможно, да. Как мы можем выставить конкретные поведенческие интервенции, начиная от быта, заканчивая, например, взаимодействие с людьми на работе? Где вы можете начать давать из 100% идеальности 70-60? Ну, дома. На работе нет, потому что я руководитель, и мне приходится быть идеальной на работе и показывать пример своим сотрудникам. Да вы что, серьезно? А вы знаете идеальных руководителей? Я не знаю, но я требую это от себя. А кто сказал, что вы идеальны? Я не допускаю ошибок в работе. А с чего взяли, что если вы ошиблись, то вы плохой руководитель? Мне неприятно, когда вышестоящий руководитель меня отчитывает. Ну, мало кому приятно, но это не доказывает, что вы плохой руководитель или человек. Ну, сейчас речь идет не о человеке, а о руководстве коллектива. Я понимаю, но я работаю больше 10 лет с руководителями высшего звена и даже руководителями очень высшего звена. И что-то как-то они и так себя не чувствуют, как вы. Ну, не знаю. Наверное, это все с детства все-таки. Нет, это не с детства, это каждый день у вас. Перестаньте на детство валить. Это вы принимаете решение требовать от себя поиска черной кошки в черной комнате, которой там нет. Это у вас есть иллюзия, что вы не должны ошибаться, потому что... Это вы каждый день заправляете идеально кровать, и вы каждый день продолжаете делать одно и то же. Это история про мыши плачут и колются, но продолжают жрать кактус. А потом еще приходят со словами, вы знаете, у меня что-то как-то рот колет. Единственный способ справиться с этим на первом этапе я вам порекомендую. Вот вы сейчас на шестом сезоне, мы сейчас об этом будем еще говорить параллельно, да, у нас не закончился шестой сезон. Но мне не нравится то, что вы совершенно не стали начинать наш диалог с того, когда я задал вопрос, как вы думаете, вы даже не стали говорить ни о должностовании, ни о требовании. Потом вы об этом вспомнили. Ну ладно, сейчас не об этом. Давайте вернемся к тому, что вы можете начать с дома. Где вы можете дома вести себя не идеально, и как это можно технически реализовать? Да, везде я могу себя вести идеально. Не идеально, не идеально. Еще раз, как вы можете в течение дня вести себя не идеально дома? Конкретно завтрашнего дня, что вы начинаете делать не идеально? Из 100 на 65 процентов? Конкретно, не знаю. Не следить за каждой крошкой на столе, не отчитывать нужда, не помыть чашку от чая. Хорошо, я вам даю задание. Не мыть посуду день и разбросать крошки хлеба по кухне. И оставить их. Это взрыв мозга для меня. Я понимаю, это вселенская катастрофа. Да. Угу. Это реально так. Но вы... Вам как само от этого? Мне сейчас смешно, когда я слышу. Как будто со стороны нашего кого-то. Все верно. И это действительно немного смешно. Потому что крошки и немытая чашка ничего с вами не делают. И ничего не доказывают. Ну, у меня трясучки, когда он не уберет от собой чашку. У нас такой скандал. И как он с вами живет-то еще? Не знаю. 12 лет, он терпит. Передайте ему мои сочувствия. Хорошо. Что мы будем завтрашнего дня делать? Крошим на кухне. Что еще? Не моем посуду, не заправляем постель. И видим, что... И видим, что хуже я от этого не становлюсь. Что еще мы можем делать не идеально? Для упражнений я. Не обязательно оставлять посуду на всю жизнь немытой. Я просто хочу, чтобы вы каждый день включали в свою жизнедеятельность новую форму поведения, где вы наоборот не помоете посуду, не застелите кровать, не уберете все идеально и увидите, что ничего не происходит. Что еще? Гляди, скандалы прекратятся дома. Ну, скандалы вынятся часто. Муж уже адаптировался. Интересно только, где и с кем. Может, это вопрос. Я тоже так думаю. Так, что мы все попробуем делать не идеально. Ну, что, например, еще? Кроме кружек, крошек, заправления кровати, что еще мы можем делать не идеально? Как вам кажется? Не знаю. Ну, вот вам задание. Помимо вот этих упражнений, каждый день вы внедряете в свою жизнь эти эксперименты поведенческие. Главная их задача – видеть, что ничего сверхъестественного не происходит от того, что вы не помыли, не убрали, не идеально застелили. Это по поводу дома и быта. Тут все очень несложно. Дальше, переходим на работу. По поводу «опозорюсь, если я совершу ошибку, я не должна ошибаться». Этот перфекционизм, как вам кажется, он адекватный или завышенный? Завышенный, наверное. А как вы? Ну, вы сомневаетесь, да, чуть-чуть? Ну, я сомневаюсь, после вашего шестого сезона. А все это время вы думали, что ваш перфекционизм вам помогает, да? Да. А в чем он вам помогает? Как вы всю жизнь думали? Ну, я достигала в рабочей, там, многих, карьерного роста, в принципе. Татьяна, слушайте меня внимательно. Это очень типичная ошибка топ-менеджеров, руководителей, с которыми я работаю, и просто, в принципе, людей. Они думают, что они не умерли от панических атак, потому что они что-то сделали. Они думают, что они не упали в обморок, потому что они что-то сделали. Они думают, что они не сошли с ума, потому что они что-то сделали. И они думают, что они добились определенных успехов, потому что они ведут себя максимально перфекционистически и самоповреждающе. Вот вы сейчас говорите все то же самое. Вы говорите, я добилась таких-то результатов, потому что я вот такой жесткий перфекционист. Здесь есть нюанс. Это не так. Вы находитесь на консультировании по терапии неврозов. Наверняка вы меня нашли за каких-то жалоб, правда? Ну да, панические атаки. Еще. Все, панические атаки. А как они проявлялись? Внезапный страх смерти, давление 170, тахикстардия, головокружение. А когда началась первая паническая атака? Первая паническая атака началась после приема за очень долгожданных гостей, для которых должно было быть все идеально и не получилось так. Стоп, стоп. Обращаю всех сейчас внимания и вас. Вот то, что я сейчас вам показываю, называется триггером или точкой выход в симптом. Слушайте внимательно, Татьяна. Сверхценные потребности детства быть идеальным и использовать тактику перфекционизма, чтобы доказать, что вы нормальные. Возникает жизненная ситуация, к вам едут важные гости. И происходят какие-то ситуации, обстоятельства непреодолимой силы, которые не позволили вам быть настолько идеальны, насколько вы хотите. И как вы к этому отнеслись? Ну, у меня перед их отъездом, у меня сначала было разочарование, нервы. И перед их отъездом у меня начались приступы. Я не понимала, что со мной происходит, у меня давление. То есть за два дня до их отлета нереально я умирала. Сегодня вы понимаете, что с вами произошло? Да. Что? Я понимаю, что это был стресс. Который вы сами? Сами, да. Сама себе все сделала. Чем? Требовательность к себе, к тому, чтобы все было идеально. Если бы мы с вами... Молодец. Если бы мы с вами повторили бы эту же ситуацию, отмотаем вас, отмотаем время назад, но уже вас сегодняшней головой, какую бы ошибку вы не сделали? Ну, я бы, наверное, не относилась к этому так эмоционально и не ждала бы от себя этой всей идеальности. А как бы вы себе объяснили, когда что-то пошло не по плану? Ну, я бы объяснила, что все мы люди и всяким и бывает. И это не значит, что я какая-то не такая. Вот я хочу, чтобы вы это запомнили. Вы сейчас произнесли то, что говорит о том, что вы можете, Таня, не повторять эти... Да, я не про это, но я это смогла медикаментозно. Мне все равно пришлось обратиться к врачу. Я не про это. Это тогда вы обратились медикаментозно к врачу. А я сейчас слышу от вас слова, что если бы я так... Вы бы вернулись бы в ту ситуацию, вы бы думали совершенно по-другому и относились бы совершенно по-другому к этой же ситуации. И вы произнесли абсолютно рациональные, правильные вещи. И я хочу, чтобы вы с сегодняшнего дня точно так же начинали относиться к тому, что что-то идет не по плану. И к тому, что где-то могут быть обстоятельства непредалимой силы. И это, как вы сами сказали, что? Ничего не меняет. Плюс к этому вы подтверждаете это новыми поведенческими экспериментами. Какими? Крошки, посуда. Крошки, дневникая посуда, незаправленная постель. Поняли план работы дальнейший? Да. Какой он? Никто. Какой план работы? В чем была ошибка? А ошибка, меньше обращать внимание на мелочи и не требовать от себя выполнять что-то идеальное. Потому что? Потому что мы все не идеальны. И если я не заправлю постель и не помою посуду, это не значит, что я ненормальная. А если бы у вас что-то пошло не по плану и где-то пошли форс-мажоры и накладки, то? Ну, то в каждом бывает. Сейчас есть почва для понимания. Но завтра вы проснетесь, и есть вероятность, что вы это забудете? Нет. Если вы не хотите это забыть, и если вы эту рациональную частичку хотите сохранить и приумножить, вам необходимо каждый день помнить о том, о чем мы сейчас коротко поговорили, и закреплять это новой формой поведения. Не помыть, не достелить, не догладить, не доделать, и увидеть, что в этом опоздать, и увидеть, что в этом нет ничего критичного. Понятно? Да. До встречи на шестом сезоне, спасибо за звонок. Спасибо, всего доброго. До свидания. Теперь короткий шеринг. Шеринг – это пятиминутное обсуждение того, что откликнулось в группе. Пожалуйста, каждый может высказать коротко свое впечатление, эмоцию, свои чувства. Может быть, с кем-то это было близко, с кем-то это было похоже. Ну, Артем, спасибо. Поделитесь ощущениями. Еще. Это не про кого-то, безусловно, потому что это локальная проблема. У кого-то это так раньше было, но это закончилось. Хорошо. Может быть, вы бы хотели дать свой опыт такому человеку. Может быть, у кого похожая история или похожие убеждения. Не обязательно копаться в прошлом, чтобы поменять настоящее. Совершенно верно. Кто-то увидел, что использует перфекционизм. Важное сочетание правильных мыслей и действий. Совершенно верно. Нашей героине не хватает... Видите, что? Ей не хватает новой формы поведения. Согласны? Все заметили, что ей не хватает именно поведения. То есть, она на середине шестого сезона. Да? И ей не хватает вот нового навыка. Новых действий и новых поведений. Не сделать. Не сделать. Верно. Именно вот это очень важный момент. Супер. Хорошо. Спасибо, Татьяна, большое. Спасибо за ваш звонок. Я удаляю чат. Давайте еще разочек. Пожалуйста, поехали. Пишем. Сжато. Что бы вы хотели заявить в группе для разбора. Пожалуйста. Так. Спасибо за субтитры. Минус. Пожалуйста. Продолжение следует. Не могу принимать решение и менять свою жизнь, хотя хочу. Отказываюсь от каждой возможности из-за страха. Ольга, позвоните мне, пожалуйста. Не могу принимать решение и менять свою жизнь, хотя хочу. Отказываюсь от каждой возможности. Ольга, добрый вечер Ольга, вы меня слышите? Да Это ваш, да, пост? Здравствуйте Здравствуйте, не могу принимать решение менять свою жизнь Да, я слышу Супер, выключите, пожалуйста, эту комнату вебинара, чтобы лучше меня лучше Да, я почему-то знала, что вы выберете меня Знала, что я выберу вас? Каким образом? Так, секундочку Давай Меня слышно? Хорошо? Да, вроде хорошо Все, выключила А как вы знали, что я выберу именно вас? Не знаю, при чувствии Но я знала, что именно меня выберете, не знаю почему Ну, я рад Итак, Оль, давайте поподробнее, как проявляется эта проблема? Не могу принимать решение, во-первых, с чего все началось? Давайте с этого Как вы столкнулись с вашим неврозом? С чего все началось? Во сколько лет? Как проявлялось? Как вы дошли до меня? И потом мы перейдем к вашей жалобе Ну, началось все с того, что в жизни появлялись какие-то возможности Ну, можно и лично рассказывать, что именно конкретно Вы можете рассказывать то, что считаете нужным Да, например, в 16 лет у меня была мечта стать моделью, работать за границей Я очень долго грезила об этом, мечтала И жизнь преподнесла мне шанс, такую возможность То есть меня пригласили в Москву, мне на самом деле позвали работать за границей И как только у меня появилась эта возможность, я ее испугалась То есть я сама хотела этого, этим жила А потом, как только это стало попадать в мои руки, я сразу начинала этого бояться А что вы тогда испугались конкретно? Сразу возникли какие-то страхи, перемен То, что мне придется поехать за границу, новые люди Да, и стебли из-за своей комфорта Прости, извини, вообще вы описываете достаточно стандартный страх И достаточно стандартные опасения Любая девочка в 16 лет, которая предложит поехать за границу работать Любой человек, даже более взрослый, будет испытывать напряжение В этом нет ничего такого изначально патологического Или вы ощущали какое-то что-то параллельное еще? Ну, на тот момент я начинала встречаться с парнем И мне нужно было выбирать либо личную жизнь, отношения, либо карьера То есть здесь опять пристал какой-то выбор Плюс я еще очень привязана к родителям с детства Я все время нахожусь в какой-то зоне комфорта Для меня тяжело влиться в новый коллектив Или новые какие-то обстоятельства Или если меня отправляли в лагеря детские Я тоже это очень, ну, болезненно все переносила То есть место, где я ухожу из зоны своей комфорта А что такое комфорт и зона дискомфорта? Это как у вас выглядит? Ну, зона комфорта это, ну, родители, привычные друзья Привычная обстановка, где я все знаю А тут абсолютно, как бы, абсолютно что-то кардинально другое Я очень этого, очень этого боялась, но внутри хотела И мне постоянно это вот разрывало свои желания и свой страх И как бы я отказалась от этого Но продолжала после этого мучиться То, что я никак не могу решиться Я себя как бы бесила, ненавидела из-за этого Понятно, а с чего начались ваши симптомы? С этой ситуации? С этой ситуации, да А как симптоматика начала развиваться? И как вы столкнулись с невротической проблемой? Панические атаки начались, может, год-три назад Как-то неожиданно мне казалось на этот момент, что вроде в жизни все хорошо было А что это было за момент? Да вот я сейчас начинаю вспоминать Ничего в жизни такого не было у меня, катастрофичного Три года назад когда это было? Ну, имеется в виду, что когда, где, при каких обстоятельствах А какой это был? Это было три года назад, лето, зима, осень, весна Это было летом, с подружкой Мы ехали ночью по машине, по трассе И вдруг случился приступ ночью на трассе Это было за городом И у меня возник тогда дикий страх, что я умираю А куда вы ехали? Куда вы ехали? Ну, мы приехали в гости в деревню к родителям подружки И ехали из соседней, ну, из одной деревни в другую ночью Вы ехали вдвоем? Да, мы ехали вдвоем Вы хотели ехать к этим родителям? К ее? Да Да, мне хотелось Мне интересно было, никогда не жила в деревне Ну, интересно было провести время А чем вы занимались в тот период жизни? Я училась на первом или на втором курсе на институте Вот, но именно в тот момент меня приглашали в модельное агентство И тогда вот я ездила туда, в Москву И потом уже сама отказалась от этого Это было как раз тем летом? Это было в течение, может быть, полугода до этого Вот так вот А вот тем летом, когда вы поехали с подружкой Вы уже отказались? Да, я уже отказалась, да А как вы отнеслись к тому, что вы отказались И как вы это лето проводили? Я отказалась, но приняла это Решила, что, ну, может быть, это как бы к лучшему Зато я выбрала учебу, карьеру какую-то свою профессиональную Молодого человека Ну, вроде бы я подуспокоилась Летом тоже всё было нормально И с молодым человеком И вообще в жизни Никаких стрессов в ситуации не было Но когда вот потом всё это началось Я, знаете, начала вспоминать, что в детстве В лет 10-11 У меня вот возникали какие-то состояния То мне плохо, но душе как-то без причины То какие-то навязчивые мысли То вот кошки скребут То как бы ОКР или какие-то невротические там Тики или что-то, какие-то привычки Я понял А давайте вернёмся к этому первому приступу Когда вы ехали И по поводу вашей жалобы сейчас А что происходило всё-таки тем летом в вашей работе? Кем вы работали? Как у вас были отношения с родителями, с молодым человеком? Что происходило всё-таки? Конкретно, что происходило? Ну, я сдавала сессию Ну, наверное, сессия всегда Какой-то такой тяжёлый, напряжённый момент Вот А вы боялись умереть тогда, когда у вас возникла первая паника? Да От чего? Ну, я, во-первых, подумала, что это сердечный приступ Во-вторых, то, что мы были на трассе ночью Какой-то в деревне, в глуши И То есть там скорая помощь находится в каком-то ближайшем городе или посёлке То есть мы попытались вызвать Нам сказали, что мы сможем приехать через полчаса И у меня как бы жизнь тогда пролетела перед глазами Всё, я уже казала, что всё, я умираю И когда я приехала в больницу, мне сказали, что у тебя там тахикардий, приступ какой-то После этого я подумала, что у меня просто сердечный приступ Ну, как сказать, в мягкой форме И всё, всё нормально Затем я вернулась в город Прошло, может быть, три дня Я пошла в торговый центр И меня просто накрыло В какой-то момент На торговом центре уже У меня к вам вопрос такой А родители какую часть принимали в вашем детстве и в вашем взрослении? Ну, активную, можно сказать А что за активную? Ну, очень я такая домашняя девочка У меня не было никогда особо много друзей Я всё время с родителями Мне всё время казалось, что родители это настолько вот неотъемлемо Что не смогу без них жить Потому что в детстве я всегда думала, что Ой, если вот мама умрёт, я тоже тогда умру Пойду какие-нибудь таблетки там выпью Ну, так вот с детства очень болезненно относилось Возьмите ручку, пожалуйста Да Запишите про диктовку Пишите? Первое слово, которое надо записать Самостоятельность Второе слово Решение Третье слово Одна Четвёртое слово Комфорт И последнее слово Неопределённость Как вам кажется, будет чувствовать себя человек Вдали от дома Когда он едет один по трассе В неизвестном направлении Ночью, непонятно куда Как вам кажется, будет чувствовать себя этот человек Которому Есть шанс поехать в неизведанную страну Одному Когда он всю жизнь Был воспитан По принципу Родители рядом Родители оберегают Заботятся И стараются помочь Во что бы то ни стало Это достаточно тяжело И непривычно Можете провести причинно-следственную связь Вашей тревожности? Тревожность остается одной Потому что Я привыкла находиться В окружении людей Которые в нужный момент Помогут В чём? Ну в чём-то, наверное В каких-то проблемах Если у меня возникает Может быть там В школе кто-то бежал Я бежала Родителям Жаловалась Если что-то случалось Я тоже им рассказываю Скажите, пожалуйста Оле, да? Да А вы умеете Сами решать проблемы Умею Почему вы улыбнулись? Ну Могу Но какая-то привычка Если что Обращаться К родителям А вы сегодня С родителями живёте? Да А сколько вам лет? 23 И кто сегодня За вас решает Все ваши проблемы И создаёт Зону комфорта? Ну Когда начались Вот эти Пунические атаки Это состояние Я оказалась Просто в полном Окружении В родительском Просто в маленьком И в какой-то момент Я начала понимать Что мне это нравится Вам это понравилось? Получилось? Добились вы его? То есть Произошла ситуация В жизни Которая показала Что вам придётся Выходить из зоны Комфорта Если вы хотите Добиться Каких-то результатов В жизни У вас были возможности Поехать в Европу У вас были возможности Заняться самостоятельным Развитием И добиться успеха Но это Держало за руку Преодоление дискомфорта Неопределённость Принятие решения Самостоятельность И здесь вы оказались Полностью к этому Не готовы Вас это так сильно Видимо испугало Что вы поднялся Эмоциональный градус Которого вы опять же Испугались И потом Когда вы стали Жаловаться И ощущать Все эти Невротические проявления Тут вы почувствовали Ещё большую Опеку родителей Ещё большее Внимание Которое вам понравилось И я хочу Сейчас Вас призвать К ответственности Перед тем Что если вы хотите В жизни Чего-то добиться Если вы хотите Что-то в этом мире Сделать Родители Не вечно под луной И у вас будет Два варианта Либо вы найдёте себе Мужчину На которого Переложите костыли И будете потом Паниковать перед ним Чтоб он только Не отдалялся от вас Либо вы будете Вечно Опираться на Каких-то суррогатов Которые будут За вас Решать проблемы И я вам Хочу сказать Что у вас есть Прекрасные шансы Но только При одном условии Если вы Завтрашнего дня Захотите И начнёте Начнёте Самостоятельно Потихонечку От малого Принимать решения Сами И действовать Сами В неопределённости В дискомфорте И когда захочется Позвонить Родителям Пожаловаться Родителям Научиться Решать вопрос Самой Пока вы не научитесь Решать вопрос Сама Не факт Что вы всегда Всю жизнь будете Сама всё делать Может быть вам будет Муж Помогать Не важно Это нормально Вопрос не в этом А вопрос в том Что вы этого Категорически Не умеете И самое что Интересное Скорее всего Категорически Не хотите Ну причём Я хочу Поменять Свою жизнь И мне вот Зимой Опять Выдалась Возможность Опять Уехать Уехать В Москву И я уже Не воспользовалась Из того Что у меня Невроз И я уже Считаю себя Каким-то Неполноценным Человеком А это ещё Больше Останавливает Олечка Послушайте Меня внимательно Ваш невроз Это не болезнь И это Неполноценность Какая-то Это Проявление Повышенного Эмоционального Градуса И я вам Даю гарантию Под свою Фамилию Что как Только вы Начнёте Действовать В направлении Развития Самостоятельности Без чьей-либо Помощи Вы забудете Про ваш Невроз И вашу Проблему Как только Вы научитесь Действовать Без родителей Принимать Самостоятельные Решения Дискоммуницировать С родителями На дистанции Или ещё Как-то Не надо От них Отказываться Но надеяться На себя И уметь Со словами Если мне потребуется Я могу Сама Вам Жизнь Как и всем Моим Пациентам Подкинула Классику Жанра Все Клиенты С неврозами Попадают В ситуации Которые Зеркалят Их главную Жизненную Проблему Вам Жизнь Подкинула Главную Зеркальную Ситуацию Уехать В другую Страну Без Родителей Самой И вы Столкнулись Нос К носу Именно С этой Проблемой Которая Намекала Вам На главную Ахиллесово Питу Вашей Жизни И вместо Того Чтобы Эту Ситуацию Понять Аналитически Правильно Вы Просто Это Не Увидели Поэтому Я Имею Свою Профессию Потому Что Люди Не Видят Сами Как Им Жизнь Подкидывает Нос В нос Ситуацию Которая Показывает Вот В чем Твоя Проблема И моя Работа Заключается В том Чтобы Помочь Человеку Увидеть Это Проще Говоря Если Говорить Совсем В сухом Остатке Как только Вы будете Способны Переехать В Европу Поработать На контракте Одной Без Всяких Каких-то Суррогатов И так Далее Вы Забудете Про эту Проблему Даже В Москву Хотя Не обязательно В Европу Приезжайте В Москву 2-3 Декабря Я вас Жду Одну На Очном Семинаре У вас Осталось Чуть Меньше Месяца На Это Приедете Здесь Нужно Перебарывать Панические Атаки Да Вы что Их надо Перебарывать Панические Атаки Где Вы Слышали Эту Задачу Перебарывать Я Научилась Свободно Счувствовать В городе Своем Но Пока Что У меня Еще Два Основных Страха Это Поезд И Самолет Если Вы Хотите Быть Полноценным Человеком Вы Начнете Действовать И с Поездом И с Самолетом У вас Организм Не Видит Что Вы На Краине Города Что Вы В Поезде И Пока Вы Начнете Это Делать Вы Не Справитесь Я Вас Бесплатно Приглашаю На Свой Семинар В Москву 2 3 Декабря Я Вам Пока Ну что же Вот еще Один Классический Случай Кому Это Было Близко Видите Как Человеческое Детство Формирует Некую Зону Комфорта Да И потом Вот я хочу Знаете На что Даже Обратить Ваше Внимание Я хочу Обратить Внимание На то Что Всем Нашим Клиентам И Вам Всем Очень Четко Жизнь Подсказывает В чем Ваша Ошибка Все это Заметили Плюс И кто Это Понял Спасибо Большое Вам Жизнь Подкидывает В аккурат Ситуации Которые Вам Показывают Вот в чем Твоя Проблема Вот Почувствуй Вот Оле По моему Девушку Звали Вот Оле Подкинула Жизнь История Про То Что У нее Есть Возможность Поехать По Контракту За Границей И Вот У нее Поднялась Эмоция И Вместо Того Чтобы Начать Размышлять А что Произошло В моей Обреакции С этим Предложением Она 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 Этого Не Увидела Как И Большинство Наших Клиентов Все Это Поняли Как Жизнь Работает С Вами Поняли Поэтому Все Ваши Ситуации Это И Есть Та Самая Проблема Которая Вам Постоянно Подкидывает Ситуацию И Вот Эти Грабли На Которые Вы Наступаете Вы Заметили Что У вас Одни Те же События Происходят В жизни И Они Будут Происходить Ребята До Тех Пор Замечаете Что У Оли Опять Ситуация Опять Ситуация И Опять Ситуация И У вас Точно Так же Одно И Тоже Будет Повторяться До Тех Пор Пока Вы Это Не Отработаете И Не Поймете Конечно Нужно Решать Проблему Внутри Себя Это Именно Развитие Самостоятельности На Поведенческом Уровне На Когнитивном Уровне Поэтому Все Ваши Проблемы С Мужчинами Все Ваши Проблемы С Деньгами С Работой Вам Будут Постоянно Подкидывать Одни И Те Же Ситуации Вы Будете Удивляться Блин Вроде Мужики Разные А Ситуации Одинаковые Вроде Работы Разные А Ситуации Одинаковые Не Просто Так Вам Одно И Тоже И Вот Увидеть Это И Есть Моя Работа Спасибо За Комментарии Оля Спасибо Вам Отдельно Пожалуйста Пишем Коротенько Вот Желательно Так Как Оля Да Сжато Но Конкретно Потому Что Когда Вы Не Конкретно Пишите Я Не Понимаю Давайте Мужчину Какого Нибудь Выберем А то Сейчас скажу Дискриминация Какая Мужчины Активизируйтесь Это все Да Из мужчин Ну Игорь Позвоните Мне Пожалуйста Постоянная Неопределенность По жизни Стыдна Перед Родителями И Женой Что Никак Не Могу Реализоваться В Жизни Давайте Это Обсудим Постоянная Неопределенность По жизни Стыдна Перед Родителями И Женой Что Никак Не Могу Реализоваться В Жизни Игорь Позвоните Мне Пожалуйста Мы ждем Звонка Игоря Игорь Не затягивайте Игорь Пожалуйста Мы ждем Хорошо Игорь Тогда мы вас Отложим Пока Позвоните Позвоните Мне Пожалуйста Товарищ Санек Злость Не дает Не изменить Свои мышления Вот этот Вот этот Пост Санек Звоните Мне В скайп Злость Не дает Не изменить Свои мышления Пожалуйста Алло Александр Слышно Меня Да Прекрасно Выключайте Ведь вы на комнату Чтобы я не фонил А я На вашей фотографии Выключу Микрофон Хорошо Добрый вечер Добро пожаловать На наше занятие Александр Правильно Да Да Поясните Поподробнее Как вы Видите Эту злость Которая Не дает Вам Изменить Свое мышление Допустим В далеком 2002 году Переехал я Из одного города Где жил Постоянно В другой По просьбе Своего дяди Так скажем Родного брата Моего отца Ну получилось так Что Жили беды Как говорится А дядя Жил хорошо Неплохо Ну финансово За это время Я как бы К нему Прилип Что ли Так скажем Ну он как бы Помогает От чистого сердца От души Но Свой невроз У него тоже Есть Как говорится Воспитаны Разные люди Совершенно Приехал я Уже сюда Как говорится С девушкой С которой Здесь же Поженился Уже здесь То есть Привез ее С собой Сюда Получилось так Что В прошлом году Ну я как бы В 2008 году Мы купили Собственный дом Ну такой ветхий И в прошлом году Совместно с дядей Примяли решение Ну вроде его сломать Он как бы Профинансирует И половину Ну я ему должен Буду там Отдавать частями Ну все вроде как Сложилось Сломали дом Ну и тут Началось все Самое интересное То есть Ну я плачу Делай как я хочу То есть Наняли группу Там Компанию Строителей Ну наши мнения Тут с ним не совпадали То есть Он Хотел строить так На что хватает денег Я хотел строить так Как говорится Не на один год строим Хотелось Чтобы было все хорошо Опять же Учитывая те финансы С которыми он располагал Ну Это так Ну Получилось так Что постоянно Злились Ссорились Друг на друга У меня постоянная Была на него злость Что он Советует Мне как мне делать Да я понимаю Что он Мой спенсор Но Блин Не мог никак До него донести Ну зачем делать Там что-то Через 5 лет развалится Если То есть Постоянная злость 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 И На него И как бы она И на людей Все время То есть Подходит человек Там на работе Вот мне надо Это 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 Но я не хочу Вот просто делать Я на него уже злю Зачем ты ко мне пришел Думаю про себя Не умели Ты не видишь Что я занят А если бы вы сделали Что было бы? Да наверное Ничего Переборол бы Свою Не хочу Пошел бы Сделал Как говорится Быстрее бы Сделал Быстрее бы Освободился От этого дела Продолжил бы Делать то Что Я надо А почему Вы так Не поступили Помешала Вот эта вот Моя злость И Вот эта вот Моя внутренняя Настоящегость Что-ли Как это так Я же не хочу Я поэтому Не пойду Потому что Я вот не хочу А если бы Пошли Что бы О себе думали Нафиг Я вообще Пошел Сказал же Я ему Что я занят А тут Как бы Получается Что сказал Что занят А сам все равно Иду делать Как-то Получается Что я Как-то непостоянен В своих решениях Что-ли И о чем Это говорит Говорит О том Что Какой-то Я вот Не знаю Неправильный Что-ли Который Не держит Своё слово Человек То есть Ну сказал Не пойду Тогда не ходи Раз уж Пошел Значит Не сдержал То есть С одной стороны Вы говорите Я делать не хочу Так как Они мне говорят Потому что Не хочу Делать Потому что Ну Мне лень Мне просто Не хочется Куда-то идти Мне не хочется Там Общаться С этим человеком И слушать Его проблемы С той ситуацией Куда А с другой стороны Иду А с другой стороны Да А иду И иду Потому что Иду Потому что Все-таки Очень сильно Попросили Видимо Нуждается В моей помощи Видимо На тот момент И если я Откажу Если я Откажу Буду Плохой Плохой И если я Если я Откажу Я плохой И если Я отказал В просьбе Что это значит Ну Что Не могу Помочь Как бы Слабый В этом деле В том В котором Меня попросили Помочь Что Не знаю Вот что-то Такое Слабый Если Не помог Плохой Должен Помочь Должен Помочь Но не хочу Потому что Да Ну Не хочу Потому что Не хочу Я помогать Этому человеку Не хочу Отвлекаться От своего Дела Которым Занимаюсь В данной Времени Чтобы потом Опять все это Приступать К этому Вспоминать Что делал До этого Конкретно То есть А вот Внутренне Вот мою Не хочу Как бы Всегда сильнее Но Сдаюсь И все равно Иду Помогаю Получаю Как говорят Слова Благодарности Но Какая-то Злость на 3 Все равно Остается Злость на кого Злость на того Человека Который Уговорил С ним Пойти Человека Который Уговорил Пойти Злость Да То есть У меня Просто Работа Я работаю Автослесарем И очень часто Бывает Что я Делаю машину Да Люди Приезжают Пойдемте Сделайте Пожалуйста Мне Компьютерную Диагностику Мне вас Посоветовали Как специалиста И мне Надо Чтобы Мне Сделали У меня Что-то Что-то Там С машиной Троит Не едет Или еще Что-то Я ему Говорю Я даже Про себя Думаю Мысля Блин Ну неужели Ты не видишь Что я тут Занят Вожу Сковыряю Откуда Стоп Откуда Он должен Видеть Ну он Стоит Допустим Рядом со мной Около Подъемника На котором Выписит Машина Которой Я занимаюсь Он просит Меня Выти С ним На улицу Там Около Бокса И подключить Диагностическое Оборудование И сделать Ему диагност Потому что Он приехал Потому что Ему посоветовали Ко мне Обратиться И вот Я Должен выйти И ему Помочь С его проблемой Против того Занятия Которым Я занимаюсь На данный момент То есть Он должен Видеть Что вы Занят Ну как бы Да В моем мышлении Да А откуда Он это Должен знать Как он Это должен Прочувствовать Что вы Занят Именно Сейчас Ну Визуально Увидеть То есть Как я Работаю С машиной То есть Клиент Которому Вас Порекомендовали Должен Приехать Встать Посмотреть Оценить Степень Вашей Занятости И только Потом Понять Обращаться К вам Или нет Ну да Да Вот Примерно Как вы Думаете Это вообще Реализуемо Когда Я не Работал Автослесарем Я в принципе Поступал Именно Так же Как и Они То есть Я просто Заходил Видел Человек Вот он Есть Который Наверное И может Мне помочь В моей ситуации Я его Пойдемте Пройдемте Посмотрим У меня Вот это Это В принципе Я понимаю Внутри Уже Потом Когда Дома Пишу Дневник Разбираю Ситуацию Мысли Эмоции Я начинаю Это уже В голове В спокойной Обстановке Понимаю Что я был Такой Человек Вовсе Не обязан Понимать Занят Я Или Нет Или Просто У него Там Свои Какие Мысли В голове Ему Вообще Может Быть Даже Не Хочется Чтобы Там Видеть Чем Я Занят Не Занят У У него Есть Цель Конкретно Он Приехал Ко мне На Диагностику Рекомендации Я Думаю Как бы С ним Выйти Это Его Право Так Думать Но Но Вот Вызывает Я Это Все Обсуждаю Я Понимаю Что Это Все В принципе Это Нормально Это Нормальные Ситуации Рабочие Это Уже Потом До Меня Доходит Но В тот Момент Когда Они Приезжают А Как Много Вы Прописали Таких Ситуаций Достаточно Порядка Ну Как Достаточно Буквально Месяц Я этим Занимаюсь 40-50 Ситуаций Равнотипного Характера Но Немало На самом То Деле А Уровень Гнева По Отношению К Людям Как То Падает Или Он Остается На Прежнем Уровне Нет Уровень Гнева Падает Заметно То Сейчас Автоматические Мысли Немножко Сменились В другую сторону То есть Прежде чем Не разозлиться Допустим На человека Уже Автоматически Как-то Приходит Мысль Она Таким Урывочками Кусочками Но Формируется Что У человека Возможно На самом деле Беда Там С машиной Ему Я так К работе Если отнестись Ему Допустим Через час Ехать Надо В другой город Забирать Свою Беременную Жену Я Как бы Вполне Могу Посвятить Ему Пять минут Выйти Я сейчас Занят Да Либо Да Либо я просто Раньше злился Все это Варил в себе Сейчас я могу Просто человеку Сказать По факту Я сейчас Занят Стой Стой А вы раньше Могли сказать Я сейчас Занят Раньше Нет То есть Я раньше Злился Внутри себя Но при этом Так сказать Делал либо Каменное лицо Либо натягивал Улыбку То есть На самом деле Результат То неплохой Раньше Гнев был Больше Потому что Вы и правы Себе сказать Нет Не давали Не хотели Но делали То есть Вы насиловали себя Сейчас Получается Что есть ситуации Где вы можете Сказать Нет Я занят Давай чуть попозже Да То есть Предложить Альтернативу То есть Не то что Нет совсем Потому что Я не хочу Но действительно Я могу Через полчаса Спокойно Этого клиента Принять Как бы Предлагаю Ему Как бы На выбор Это прекрасные Изменения Я рекомендую Вам их продолжать Уметь Оценивать Свои силы Если вы заняты И если вы скажете Нет Это не означает Что Что я Плохой автослесар Либо плохой человек То есть Сейчас я даже С начальником Уже начинаю Говорить Там ему Нет Он не пытается Как мы это называем Подкинуть машину Подкидыша Я ему просто говорю Что если у меня День расписан Я говорю Что нет Я эту машину Просто физически Не могу взять Либо переносим Ее на другой день Либо Отдаем Другому Слесару Я не беру Эту машину Саш Хорошо У меня Это хорошее Изменение И это Очень здорово А вы на каком Сезоне Я не был На сезонах Я покупал У вас На сайте Именно Вот 12 Ну Этих Выборочек Из вебинара То есть курс Вы достигли Таких изменений Не занимаясь На сезоне Вы просто смотрели Вебинары Которые вы в копии Продавали Да То есть Вот этот подборчик Копий Плюс скачал Электронную книгу Вот с методичками И вот Ну правда Постоянно Пересматриваю Именно Стрессоустойчивость Стрессоустойчивость Вторую часть И версии 2.0 То есть Это для меня Но Я вам хочу От себя Лично сказать Что вы Достаточно Эрудированный Человек Потому что Если вы И применить И это И достичь Даже таких изменений Самостоятельно Это прекрасно У меня к вам вопрос Можно из немножко Детского периода Да Конечно А вспомните себя Ребенком Что для маленького Саши Ассоциируется Со фразой Не хочу Но должен Ну Отношение родителей То есть Мне где-то Что-то делать Не хотелось Отец Все время Именно Заставлял Саша Можно про папу Поподробнее Как не хотелось А отец Заставлял Если хотите Конечно Ну Допустим У меня как бы С детства Есть влечение К автомобилям И дед Оставил Гнилую шестерку Отец Ее решил Установить И получилось Как он ее Решил установить Отдал там В ремонт Мужика Мне все время Я учился По-моему Был это 6 или 7 класс После школы Делал уроки Иди в гараж Помогай мужика Ну я не хотел Я там хотел погулять Все Я отец И сказал Иди Твою машину Подарили Вот Иди И делал То есть Человек Который Всю жизнь Сидел На феназипане Без него Вообще Реланим То есть Постоянно Успокоительных Традиционных А что такого Папа Все время Просил вас Делать Что вы Не хотели Но вынуждены Были делать Что-то Конкретное Постоянное Что-то Было Ну Не знаю Постоянно Слушаться Не Шага В сторону Как я Сказал Так и Должен быть Если ты Так не сделал Значит Что-то Мне вообще За сын Так сыном Я себя Не веду Я твой отец Я твой пример Веди себя Так как я Ну Постоянно Вот это Злость Видимо С детства Я и сам Начал В принципе Вот это Злостью И обладать Я не думаю Что вы Стали обладать Злостью Я думаю Что вы Стали обладать Страхом Перед Какими-то Значимыми Людьми Ну да Отец был Для меня Значимый Человек В принципе В жизни Также После его Смерти Он умер Шесть лет Назад Его Как бы Место Может быть В моей Душе Где-то Там И занял Как раз Дядец С кем Мы сейчас Постоянно Вот как-то Конфликтуем Что ли Я не знаю Мы не можем С ним найти Никогда Общий Зык То есть Общее решение У него Своя точка Зрения У меня Своя точка Зрения И мы Все Мы Не можем Найти Общую точку Зрения Мы Каждый Остаемся При своем Мнении Найдя Золотой Середины Теперь Становится Понятно Почему Именно с дядей Такие же Эмоциональные Обреакции А помимо Дяди Какие Кумиры Вызывают И авторитеты Или значимые Люди Вызывают Это противоречие Я не хочу Но должен Иначе Я плохой Неужели Каждый клиент Которого Вас Порекомендовали Нет В принципе Рекомендации Наверное Тех Кто рекомендовал Не показаться Перед ними Плохими То есть Это мои Постоянные Клиенты Они дают Допустим Телефон Тому Человеку Который Хотел бы Обратиться Ко мне Они приезжают Мне как бы Где-то Внутри Стыдно Перед тем Человеком Который Меня Порекомендовал Стой Ему Не дай бог Стой Слушайте Внимательно Это классика Психоанализа Где есть Отцовская Фигура Перед Которой Есть Амбивалентное Чувство С одной Стороны Я хочу Показаться Для себя Хорошим И авторитетным Хорошим Сыном Но С другой Стороны Я хочу По-своему И имею Право На по-своему Но А слушаться Авторитета Я не могу Иначе Я плохой Сначала Этот паттерн Развивается С отцом Потом Это переносится На дядю А потом Как и положено По психоаналитической Концепции Это переносится На кумир На значимых Кумиров И в вашем Случае Значимые Кумиры Это Постоянные Клиенты Которые Попадают В значимые Авторитетные Фигуры Перед которыми Вы испытываете Тот же такой же паттерн Я должен Для них Быть хорошим И отказать Не должен Иначе Они что Подумают Обо мне плохо Саша Запомните Эту модель Это просто Явный Перенос Паттерна Отцовской Фигуры На окружающих Людей Вам дядя И клиенты Это не папа О чем Вы сейчас Задумались Ну О том Что это В принципе Действительно Так и есть То есть С папой Были свои Отношения Но это Не говорит О том Что И со всеми Людьми В принципе Значимыми Для меня Должны быть Те же самые Отношения Мои отношения К этим людям То есть В принципе Все люди Разные На каждого Угодить Невозможно Не знаю Вот как-то Как-то так Да Что все Они Не мой отец И Я имею право Показаться Для них Опять же Для них Плохим Но это Никак не означает Что я плохой человек И не характеризует Меня никак В принципе Отлично Какие еще мысли Мысли Вот Не знаю Как Обосновать Что-ли Мне кажется Вы немножко Смутились Когда вы услышали Про эту Переносную реакцию Ну да Да А что вы почувствовали Я в принципе Этого не видел Ну Почувствовал Небольшую Наверное Злость на себя Что-ли Как же так Столько лет Как говорится Ты вот этим Занимался То есть На самом деле Жил не так Как хотел Как Делал не так Как хотел А скажите мне Еще раз Еще одну Такую вещь Как вы боитесь Авторитетных Отцовских фигур Просто Их отношение Ко мне То есть Если я им В чем-то откажу То есть Если они ко мне Приезжают на ремонт То есть я завид Но это авторитетные фигуры Они не все Но есть очень много Авторитетных фигур Им Да Я сейчас Вижу Как бы говорится И у меня Все время Возникает страх Что они Обо мне Подумывают Как Ну если я там Плохой Слесарь Плохой человек Они приезжают Там с какими-то Своими просьбами Бывает не только По ремонту машин Ну немножко Даже так скажем Чуть-чуть друзья Уже с ними стали Что-ли Вот И вот Страх От им Отказать Реально Ну как бы Через себя Через свое Не хочу Даже если Я считаю Что это Ваша Супер Молодец Спасибо за то Что вы поделились Своим осознанием Сейчас Ваше домашнее задание Постарайтесь Каждый день Ловить себя На Ситуации Где вы Испытываете Трепет Перед отцовскими В кавычках Фигурами И пытаетесь Действовать По старому Паттерну Перед отцовской Фигурой Угодить Это могут Клиенты Это могут Быть Какие-то Значимые Авторитетные Мужчины И Попробуйте Поразмышлять В каждой Ситуации Поймав Себя А где Здесь Папа А с чего Я взял Что если Я сейчас Своему Клиенту Там например Скажу Петрович Я занят Сори С чего Я взял Что я буду Плохим Мальчиком Да я имею Право Быть занят И я имею Право Сказать Петрович Я не смогу Принять Твоего Клиента Надо Чтоб Он записался Через Два Дня Если Мне Звонит Человек Который Входит Десятку Форбс И говорит Я Прекомендовал Тебе Одного Клиента Я Говорю Сори Только Через Неделю Он Говорит Хорошо Вы Меня Услышали? Да Алексей Спасибо За звонок Всего доброго До свидания Спасибо Так Саша Сейчас останется Со своим Процессом И это Интересно Ну что Этот случай Как вам Вот вам Слушайте Интересно Получается Вот вам Уже Немножечко Психоанализа Вы видели Как это работает Я не стал Уходить В истории Убеждений Это можно Рассматривать Как должен Всем А Юлиан Не совсем Всем Ты понимаешь Там не всем Там именно Фишка В отцовской Фигуре Там не всем У него Не все Будут попадать В этот паттерн Там будут попадать Только отцовские Фигуры И вот эта Амбивалентность Быть хорошим Сыном И одновременно Сказать Нет Это у него Заклинило По всем Отцовским Фигурам А отцовские Фигуры Это авторитеты Не все Значимые Там далеко Не все Для него Значимые Он же сказал Что это Дядя И клиентов И особенно Клиенты Которым Которых Порекомендовали Значимые Клиенты Постоянные Увидели Как этот Перенос Работает Вот это Анализ Супер Хорошо Так Там у нас был Еще один Мужчина Давайте Тоже с ним Поговорим По моему Его зовут Алексей Да Если не Ошибаюсь Алексей Звоните Мне В скайпе Пожалуйста Только Я потерял Ваш Запрос Как он Выглядел А подождите Почему Алексей Игорь Игорь Точнее Простите Игорь Постоянная Неопределенность По жизни Стыдно Перед Родителями Женой Но Как будто Не могу Реализоваться В жизни Вот этот Пост Игорь Постоянная Неопределенность По жизни Стыдно Перед Родителями И женой Вот это Можно попросить Вас мне Позвонить Еще разочек Вы вроде Там У вас Это Получилось Постоянная Неопределенность По жизни Стыдно Перед Родителями И женой Но Что-то Родителями И женой Что-то Не так Могу Реализоваться В жизни Игорь Пожалуйста Игорь Вы не на тот Скайп Звоните У нас Скайп Совершенно Другой У нас Скайп Your Angel 83 Вы Звоните По старому Скайпу Надо Звонить В другой Мы Поменяли Скайп Вы Наверное Заприпозднились Вот этот Скайп Пожалуйста Your Angel 83 Давайте Я пока Другого Человека Выберу А вы Установите Пожалуйста Этот Скайп И Позвоните Мне Пожалуйста Ребята Пишем Свои Пока Игорь Устанавливает Новый Скайп Мой И меня Там Находит Пожалуйста Еще Заявки Пожалуйста Я Слушаю Евгений Я Стоп Хочу Я Хочу Вот Это Обсудить Евгения Слишком Переживаю По поводу Болезни Детей Позвоните Мне Пожалуйста Евгения Да Добрый Добрый Минутку Окей Я вас внимательно Слушаю По поводу Болезни Детей Дело в том Что Меня слышно? Да Дело в том Что Когда это все Началось Хочу рассказать Я забеременела Вторым ребенком И Наверное На Восьмом Когда это было Сейчас Сейчас ребенку Полтора года Назад Вы забеременели Вторым Ребенком Да Очень тяжело Решались На этот шаг Потому что Первый ребенок Тоже был болезненным Очень часто болела Она ОРВ ОРВ ОРЗ Каждый месяц Каждые две недели Но потом Подросла Сейчас ребенку Девять лет Десять В январе будет И Стало болеть Реже Мы Давно с мужем Мечтали о втором Ребенке Вот наконец-то Решились на этот шаг Когда Ко мне Начало приходить Осознание Что когда появится Второй ребенок И не дай бог Заболеет Она И заразит его А он маленький И что-то случится Плохое Плохое Это что? Ну Как бы Мы можем попасть В больницу И Что? Приходит Сразу летальный исход То есть Все дети Которые попадают В больницу Сразу умирают Нет Я могу объяснить Почему Потому что Когда Старшей девочке Было 8 месяцев Мы попали Также с ангиной В больницу Инфекционную У нас в городе Это вы себе можете Объяснить Но не объективность Потому что Куча детей Которые болеют Ангинами Фолликулярными И прочими ангинами И прочими проблемами С перитонитом И прочими Другими дисбактериозами И так далее И так далее И тому подобное И то что вы себе Рационализируете Ваш главный страх Это вы так себе Это объясняете И сейчас я вас Сразу остановлю У меня к вам Сразу вопрос Как вас зовут? Евгения Женя Женя Да Евгения У меня к вам Один простой вопрос Попробуйте на него Ответить максимально Искренне Что вы будете Думать о себе Если ваш ребенок Умрет от болезни? Я буду думать Что я сделала Что-то неправильно Вот и весь вам ответ Запишите себе Это пожалуйста Если Мой Ребенок Умрет Ну погибнет Да? Угу Погибнет От Болезни Или А несчастный случай Сюда входят? Нет Именно От болезни Так Отлично Или Без Или От болезни Это означает Что я Что? Плохая мама Плохая мать А как именно Плохая? Незаботливая Дальше пишем Чтобы Предотвратить Это Я буду Что? Не пойми Не пойми Я поясню Чтобы ребенок Не умер от болезни Я буду Гипертрофированно Заботиться Да? Да Да Заботиться Вставлять в попу Градусник Каждые 15 минут Именно так Именно так Я так и понял А сколько ребят Детям лет? Девять и полтора Они не капризничают у вас? Ммм Как капризы И так Как понимать? Ну не бунты По поводу чего? Бунты на корабле Часто происходят? Нет Ну хорошо Пока вам повезло Заботиться Контролировать Да? Да Как вы их контролируете? Ну Прозваниваю Если в школе Прозваниваю Вышла со школы До сих пор встречаем Потому что переживаем Что Не дойдет Как бы дороги Машины Вы знаете Что вы в принципе Создали еще два клиента Моим коллегам В будущем Да Я поэтому А что смешного В этом такого? Вы изнасиловали Своих детей И вам так смешно От этого Я это понимаю Поэтому я к вам Присылась А что с такой улыбкой Вы это понимаете Если вы таксовых детей Любите Если вы любите Таксили своих детей Зачем же вы делаете Им такую подлянку И это большой вопрос И его надо обсудить Вот Ваше Убеждение О том Что если Мой ребенок Заболеет И умрет Это означает Что я плохая мать Это иллюзия Которое Которое вы себе Объясняете И создаете Свою тревогу Вы оправдываете Вы оправдываете Собственное Невротическое Поведение Вот этой Якобы Нормальной Ситуации Вы на самом деле Испытываете Убеждение О том Что ваш ребенок Должен быть Всегда здоров Должен быть Нормальным И все с ним Должно быть хорошо И если Я Его не вылечу Или он умрет От болезни Это означает Что я плохая А как Простите Например Например У ребенка Не у вашего В целом Развился Перитонит В результате Специфического Там Патологического Процесса Аппендикса И так случилось Что врачи Не успели Выполнить Определенные Манипуляции И ребенок Умер С чего вы взяли Что это говорит О том Что мать Плохая Ну здесь Да Как бы Моя эта ситуация В том Что Я все время Ищу в себе Проблему Почему Они так Часто Болеют Значит Я что-то Делаю Не так Они у вас Так часто Болеют Из-за повышенной Тревожности Которая Царит В вашей Семье Вон Она даже Выехать Никуда Не может Сама Вы хотите Таких детей Нет А по-моему Вы все для этого Делаете Потому что Они потом От вас Оторваться Не смогут Потому что Из-за стресса Хотя бы Как-то Подышать Кислородом Мама Начинает Их Прозванивать И вам Удобно Чтоб Они болели Чтоб Они лежали У вас В койке В соседней Комнате Давайте Разберем Историю Про то Как вы Объяснили Себе Такую Вещь Почему Ваши Дети Не должны Болеть Иначе Это доказывает Что вы Плохая Я себе Это объясняю Тем Что У других Болеют Реже То есть Вы хотите Сказать Что Ваши А у нас То есть Вы хотите Сказать Что ваш Ребенок Это ваш Тотем Которым Вы показываете Какая Вы хорошая Мама Ну Видимо Так Получается А перед Кем Вы хвастаетесь С своими Детьми Не знаю Ну Подумайте Вы Вы Используете Детей Может быть Перед Мужем Если У меня Здоровые Дети Если У меня Такие То Дети И Такие То Дети И Такие То Что Это Означает Значит Что Я Хорошая А если Они У меня Болеют Значит Плохая Что То Делаю Не Так А Провергните Это Убеждение Вы Были На Каком Нибудь Сезоне Нет Я Приобрела Седьмой Сезон И Покупала У вас Материалы Док Материалы Занималась Самостоятельно То есть Вы Пойдете На Седьмой Сезон Жень Это Очень Хорошо Потому Что Я Напомню Всем Участникам Что Мы Этот Разбор Делаем Только Для Своих Но Те Кто Купили Седьмой Сезон Они Одновременно Становятся Своими У них Будет Программа Более Обширная То есть Они Смогут Участвовать И в Седьмом Сезоне И в Разборах Если Кто-то Купил Разборы Вы Имеете Возможность Купить Седьмой Сезон С большой Скидкой За Две С половиной Тысяч И Всего Поэтому Если Вы Хотите Дополнить Свои Занятия Еще Двумя Занятиями В Неделю На Седьмом Сезоне Там Мы Много Будем Говорить О Технике Когнитивной Терапии Но Я Хочу Вон Там Кто-то Плачет Уже Смотрите Мои Секи Комментарии Я Узнал Свою Мать У Меня Такая Мама И Я Здесь У Меня Такая Мама У Меня Так Раньше Было С Ребенком Часто Болело За Мои Гиперопеки Гиперопеки Вот Они Поэтому Жень Я Сейчас Это Поняла Вот Когда Начала Заниматься Начала Вести Дневники Я Сейчас Как бы Более Спокойно Уже К Там Отношусь Например Ситуация Раньше Если Вот Она Заболела Я Даже Изолировала Ее В комнате К Малышу Я Не Пускала Одевала Маску Заходила Чтобы Не Дай Бог Там Ему Что-то Не Принести У Представить 14-летний Подросток Которому Каждые 20 минут В градусник Засовывают В задницу Девочки Ну До такого У нас не дошло Ну Подождите Вы Так же Смеясь Будете Говорить Зайка Наклонись Пожалуйста Иди ко мне Мамочка Пришла Ну Давай Температуру Измерим Опа А потом Через Полчаса Ну К Зайка И Вы Будете Это Делать С Таким Удовольствием С Таким Юморком И С Такой Улыбочкой Плавно Вводя Градусник В задницу Вашей Дочери Это Насилие Я понимаю Можно я договорю Вот что сейчас Какие перемены Вот сейчас Когда она Зайболевает Во-первых Как бы Я уже чувствую Что на эмоциональном Уровне Уже Не Ну Как Вот Раньше Она сказала У меня Болит Горло Все У меня Сразу Мне Становится Нехорошо То Жар То Полот Сейчас уже Более спокойно Во-вторых Как бы Я уже Не изолирую Она общается И я стала Замечать Что он То заразится То не заразится То есть я уже вижу Что может случиться Ситуация Может не случиться То есть как бы И это нормально То что они болеют Это нормально Это так должно быть Они живые люди Я себе Каждый вечер Там если где-то Что-то я себя Ловила Я себе прописываю Это все Ну как бы Сейчас уже Намного легче Но вижу Что не до конца Это понятно Мы над этим будем работать Мы как раз Над этим и будем работать Здесь потребуется Введение дневников И рациональный диспут И постоянное Дергивание себя Жень Потому что Это привычка Это привычка Трактовать Их болезнь Как доказательство Вам надо научиться Разрешать им болеть Раз Они начинают Многократно Вам жаловаться Потому что Они тоже у вас Уже выучены Беспомощностью Под названием Как только у меня Чего-то болит Это тревожно Уже для них Они уже У вас готовые Пациенты Они уже При малейшем Физическом дискомфорте Вас ставят В известность Они уже Сформировались Как будущие Пациенты Психоневрологического Диспансера С гипертревожностью Но Мы сейчас Не их будем Корректировать Этим займутся Уже другие Специалисты У меня Вопрос К вам И если Вы Имеете Ребенка Который Заболел Что вы Вы видите Две вещи Все То что вы Можете Применить И то что вы Не можете Изменить То есть Если ребенок Болеет Здоровая Достаточно Адекватная Мама Понимает Что она Способна Сделать То Что она Способна Оказать Определенное Внимание Вызвать Врача Сделать Определенные Процедуры И если Несмотря На Это Ребенок Умрет Ответ Мы сделали Все Что было Возможно Но к сожалению Так Произошло И обстоятельства Такие Организм Не выдержал Много Много Нюансов Вы Вы Себе Объясняете Что Вы Способны Уберечь Детей От всех Болезней И проблем Видите Вашу Ошибку Запишите Это Я Считаю Что Я Способна Уберечь Детей От всех Болезней И невзгод Это Катастрофа Вот Это Убеждение Я Способна И Должна Уберечь Детей От всех Болезней И невзгод Это та же самая подстава, что тигрица, которая родила потомство, не даст своим тигрятам ходить, охотиться в самом начале. На что она обрекает своих тигрят? На гибель. И вот вы делаете то же самое. Вместо того, чтобы ваши дети учились выносить социальные дискомфорты, физиологические дискомфорты. Вон у нас Оля сегодня, или как, не помню, Оля сегодня была. Вместо того, чтобы вы приучали детей к слову, ничего страшного, надо потерпеть, это не опасно, зайка, не переживай, все хорошо у тебя с горлышком, ничего страшного, ничего такого ужасного не произойдет. Вот все хорошо, успокойся, все мы поправим, не переживай, я с тобой, ничего страшного, все, успокойся. Вместо того, чтобы успокаивать детей, вместо того, чтобы показывать им, что надо преодолевать усилия, надо стараться, вы делаете наоборот. Я сейчас уже начала так говорить. Молодец. И ваш иммунитет, вот кто-то пишет, что дети не могут выработать иммунитет, если они постоянно изолированы. Если их как пятачки постоянно, они завязаны у вас. Разрешите себе то, что ваши дети должны переболеть какими-то вещами. Вы можете сделать достаточно, достаточно, чтобы дети... Вы же не будете больного ребенка стоять и заниматься там рукоделием, а ребенок умирает. Нет, вы должны понять, что есть то, что вы сделать можете. Но ваше поведение вообще никак не связано с то, о чем мы сейчас говорим. У вас собственная иллюзия о том, что ваши дети не должны болеть, о том, что ваши дети должны быть такими-то, такими-то, такими-то и такими-то. И для этого я должна их уберечь от всяких нюансов. Вот эта ваша тактика уберегания детей от всех невзгод сделает из них инвалидов. И я рад, что вы это поняли и что вы начали уже это менять. Я рад, что вы идете на седьмой сезон, потому что если вы сейчас почитаете комментарии, вы увидите, что таких мам, как вы, было очень много у наших пациентов. И благими намерениями утоптана дорога в ад. Но ваша тревога должна быть снята за детей, потому что это ваша тревога. Это вы себя постоянно тревожите тем, что вы должны уберечь, должны уберечь, должны уберечь. И тут нам потребуется с вами объяснение, что не от всего я могу уберечь детей. Нами управляет только то, что вы не можете допустить. И если вы не можете допустить болезни ребенка, и не можете допустить их ошибки, их синяки, и ссадины, они у вас никогда не станут с нормальным иммунитетом и не научатся ходить. Представьте себе ребенка, который пытается встать на ножки, и ему начинают говорить, нет, ползи, 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 упадешь. То он никогда ходить не начнет. Они должны падать, они должны переболеть, они должны сталкиваться с социальным дискомфортом. А у вас две дочки или мальчик? Мальчик, младший мальчик, старший. А мальчику сколько? Полторы. Мальчику повезло больше, потому что у него есть шанс вырасти более-менее устойчивого мужчины. Потому что если бы сейчас поменять их местами, то этот мальчик в 9 лет уже был бы тревожный. Уже был бы такой тревожный и такой несамостоятельный. И потом бы это выросло бы в ОКР. И в социофобию. Мальчику повезло больше. С дочкой придется уже детским психологам немножечко тревогу снимать. Но начинать надо с тревоги, с вас. И себе объяснять, что если они заболеют, это не означает. Понятно? Увидимся на седьмом сезоне. Спасибо, что позвонили. Спасибо вам. До свидания. Так, я вижу, что многим откликнулась эта история. Нет, Игорь, пока не надо. Чуть попозже сейчас. Многим откликнулась эта история. Я попытался показать, что вот этот страх за здоровье детей очень часто за ним стоит. И какие последствия. И как мы должны призвать таких мам с такой тревогой к ответственности. Если вы слышали, я всегда призывал ее к некой такой достаточно жесткой и прямо, простите, мне просто насморк, призывал ее к пониманию того, какие будут последствия, если она продолжит так же себя вести. Вот только такое понимание через прямоту способно иногда мам немножечко отрезвить. Оно может быть выглядит грубо и может быть выглядит достаточно жестко и прямолинейно, но лично из моего опыта порой именно это дает таким мамам шанс начать отдергивать себя. Иначе это ничем хорошим не закончится. Понятно, да? Супер. Давайте все-таки выслушаем Игоря. Игорь, пожалуйста, можете позвонить, только единственное, я не очень... А, да, давайте. Пожалуйста. Игорь, добрый вечер. Да, добрый вечер, Алексей. Добрый. Меня слышите хорошо? Да, слышу вас отлично. Прекрасно. Ну что же, давайте еще разочек сформулируем вашу жалобу. Как она выглядит? Давайте еще разочек. Сейчас, секундочку. Я с чата выйду, а то... Да. Можно либо выйти, либо выключить в БНР комнату. Да, алло, слышите меня? А сформулируйте, пожалуйста, еще раз вашу жалобу. Не могу ее найти. Она куда-то потерялась. Ну, смотрите. То есть, у меня уже много лет, можно сказать, ощущение неопределенности по жизни. То есть, как это выражается? Ну, это где-то уже длится около 12 лет. То есть, я пришел с армии, и меня начало мотать по жизни. То есть, я не мог определиться в плане реализации себя, в плане работы, занятий чем-то. То есть, я где-то что-то начинал. У меня это не получалось. Я все это бросал. Естественно, чувствовал депрессию, разочарование, стыд перед друзьями, родителями. Жены тогда еще не было. И это длится, в принципе, по сей день. То есть, да, то есть, мне уже перевалило, грубо говоря, далеко за 30, да, грубо говоря, мне 34 года. И ситуация, в принципе, особо не изменилась. Я все пытаюсь где-то себя найти. Пытаюсь, грубо говоря, обеспечить свою семью. И вот из-за этого у меня вся эта штука и происходит. А как вы пытаетесь, что вы делаете? Найти себя. То есть, в какой-то определенной сфере. Я же вам говорю, где-то у меня, допустим, раньше что-то не получалось. Я от нее отказывался, придумал что-то новое. А сегодня что вы конкретно делаете для того, чтобы себя найти? Ну, вот сегодня я, грубо говоря, на сегодняшний день я придумал очередное себе занятие в плане реализации, в плане работы. И пытаюсь его очередной раз реализовать. Поставить на рельсы, грубо говоря. Это какой-то стартап, да? Ну, скажем, да. То есть, на сегодняшний день, да. А в общем, это были разные виды работ в разных профессиях. Что-то я изучал новое, ну, как-то так же. А на данный момент, да, можно сказать, это можно назвать как стартап. А в чем, собственно говоря, как вам самому кажется, проблема эмоциональная? Проблема в том, что уже много-много лет я бьюсь просто закрытую стену. Я не понимаю, что я делаю не так. А что такое закрытая стена? Не понял вас еще раз. Что такое бьюсь в закрытую стену? Вы же говорите, что вы пробовали разные вещи. У вас что-то не получалось. Я пытаюсь себя реализовать, как бы, а у меня не получается. То есть, я, допустим, устроюсь, ну, вот раньше вам скажу, да, устроюсь я на одну работу. По работе чувствую не мое, допустим. Или меня увольняют там по каким-то причинам. То есть, я прихожу домой опять ни с чем, то есть, у меня, ну, тогда я еще не был женат, да, меня осуждали родители. Вот ты там, какой ты странный, такой ты никчемный, там, ну, грубо говоря. Поэтому сначала было шутку, как бы, а потом это было... То есть, это стало, ну, то есть, постоянно, как бы, повторяться, да, и вот пожилось вот такая вот клеймо, что ли, на мне, грубо говоря. А как вам самому кажется, почему у вас не получилось закрепиться на каких-то работах или в каком-то коллективе? Не могу ответить на этот вопрос, не знаю. А если бы могли, как бы вы ответили? Ну, затрудняет их ответить, на это факт, что же не знаю. Ну, если бы вы знали, как на него ответить. Как вам кажется, что мешает вам? Ну, может быть, вот сейчас приходит мне мысль в голову. Может быть, это с национального плана, ну, то, что я себя в чем-то переоцениваю, в чем-то недооцениваю, как бы. Ну, соответственно, диалог складывается неправильно с руководителем. А как он складывается неправильно? Ну, в плане того, что, вот, допустим, на прошлой моей работе, да, я работал программистом, в одной компании, не буду называть, проходил курсы, изучал, то есть, мне эта тема стала интересна, меня взяли на работу, на испытательный срок, да. Я считаю, ну, вот, это личное мое, как бы, мнение, да, то, что, как бы, опять же, со мной обошлись, грубо говоря, неправильно, да, то, что я, в принципе, все их условия выполнил, да, меня уволили, сказали, что я им не подхожу. Одну секундочку. А скажите мне, пожалуйста, я сейчас произнесу одно слово, Игорь, а вы можете прокомментировать, насколько оно для вас важно, значимо и ежедневно болезненно? Да, слушаю. Это слово «справедливость». Справедливость, ну, в принципе, она у меня прям таких эмоций каких-то сильных не вызывает, ну, я имею в виду и положительных, и негативных, но справедливость и справедливость как-то. А можете вспомнить на работе, когда вы увольнялись, или когда у вас что-то, вас увольняли, не было ли там закономерности про то, что вы поднимали градус, потому что чувствовали, что к вам относятся несправедливо? А, ну, вот, да, вот вы мне сейчас подметили прав точку, ну, и был такой, конечно, да. Как вам кажется, почему я догадался? Не знаю. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли сейчас. Есть две ошибки, которые я за 10 минут сейчас увидел. Ошибка первая заключается в том, что вы третируете себя тем, что если у вас что-то не получается, это доказывает, что вы плохой. Это надо будет исправить, потому что действительно у вас может что-то не получаться, и действительно у вас может где-то не фартить, вы будете работать над этим, исправлять ошибки, и наверняка вас впереди ждет что-то интересное. Третировать себя нет смысла, потому что это только меня депрессирует. Да, у меня есть ошибка, над которой я буду работать. Это понятно, первая часть? Да, конечно. А теперь есть вторая часть, и самая главная, которую сейчас я проверил, и, скорее всего, я прав в этом смысле. Возможно, вы сами не замечаете, но вы создаете на работе требования справедливости по каким-то собственным понятийным аппаратам, по каким-то собственным понятийным моментам, что для вас справедливо, и что для вас несправедливо, и как с вами правильно, и как с вами неправильно. И когда люди начинают вести себя естественно по-разному Вы начинаете очень эмоционировать и вести себя по-странному В результате чего вы надолго не задерживаетесь нигде Ну, скорее всего, может быть, вы правы Ну, не может быть, а скорее всего, вы правы Но в плане эмоций Я, в принципе, эмоциональный человек Вообще с детства И когда, ну, да, вот сейчас мы с вами общаемся И у меня приходит осознание, что можно сказать так То, что когда я чувствую, опять же, по своему ощущению Что со мной поступает несправедливо Там где-то, да, что-то И, естественно, я начинаю эмоционировать Эмоциональный градус поднимается И какие последствия? Ну, вот я уже, например, начинаю понимать Я начинаю эмоционировать, общаться уже как-то некорректно, скажем так Да, там уже, в принципе, и с начальством, да С каким-то там непосредством Как-то зависит мое трудоустройство И дальнейшая работа там в компании Ну, в принципе, вот я сейчас это вот начинаю понимать Но это все из эмоционального Ну, то есть мне становится просто обидно То, что вот про последнее место работы То, что я старался, выкладывался И, опять же, это моя точка зрения Что я сделал как-то все как-то для этого И, скажем так, что ошибок моих не было Никаких Это вы считаете, что вы выкладывались Это вы считаете, что ошибок не было Это вы считаете, что это такая объективность А для вашего руководства вы обычный посредственный исполнитель Который, в принципе, может быть, даже и не очень-то и дорабатывал И которому сделали пару-тройку замечаний И он начал копытами стучать Ну, я, естественно, не прям стучал, кричал, там, обзывал И все такое Естественно, я вроде адекватный человек Но, да, эмоционировал, согласен Обидно Вот это слово Я адекватный человек, но я эмоционировал, согласен Это очень абстрактно Смотри дальше Есть третий момент Который очень важно Чтобы сейчас он остался в голове Записываем Как я создаю свой гнев и обиду на несправедливость Как я создаю гнев и обиду и чувство несправедливости Как я создаю гнев и обиду и чувство несправедливости По отношению к происходящему Да, записал Отлично Вы были на каком-нибудь из сезонов? На пятом А где же наши дневники и работа с должествованием С оценочным суждением Они должны, иначе они не уважают меня Они должны быть такими Они должны Где эти дневники? Ну, вот все это я записывал Все это я понимаю Но почему-то при Не очень, скажем, при вот таком разговоре В живом, да, мне почему-то сейчас осенило А когда я записывал и услышал, не участвуя в прямом разговоре Мне почему-то это не приходило Поняли, что надо доработать? В принципе, да Больше когнитивного диспута на чувство Они должны, иначе они не уважают Люди должны Они должны, иначе это означает Ну, то есть, себя нужно тормозить И в определенный момент, когда меня накрывают То есть, начинает вот это вот опять Не тормозить Смотри Не тормозить, когда вас накрывает Накрывает вас гнев из автоматического суждения Что они должны были И это означает туда-сюда Как опять не так Вам надо каждый вечер приходить домой И прописывать ситуации Где у вас возникал гнев и чувство несправедливости И вы там увидите Он должен был так, иначе он не уважает меня Он должен был сделать так-то, иначе это означает И потом рациональный ответ Где мы примерно философствуем так Было бы неплохо, если бы мои работодатели Считали, что я там делаю то-то, то-то И любили меня, и целовали меня в задницу Но я прекрасно понимаю, что у моего работодателя Могут быть свои настроения, свои эмоции И это вовсе не означает, что они все должны делать так, как я хочу Люди не обязаны оправдывать моих ожиданий И если я хочу закрепиться на этой работе Наверняка мне придется где-то понять, что начальство не всегда идеально Сотрудники не всегда в хорошем настроении И много всего, что не всегда идеально И должно меня радовать Мне придется где-то видеть человеческие разные характеры И если я буду постоянно требовать Чтобы все было так, как я хочу Я буду создавать себе только проблемы То есть вы должны объяснять себе в дневниках Почему люди имеют право вести себя по-разному Я не понимаю, а в жизни у меня это не получается У вас в жизни это не получается, потому что недостаточно хорошо прописано это вечером Поверьте Вот здесь есть куча людей 120 человек Которые вам скажут Что когда ты начинаешь системно вечером прописывать все достаточно разжеванно и хорошо У тебя потом в жизни начинаются автоматические реакции в тех ситуациях менее острые То, что вы сейчас это осознали Это прекрасно, но вам не хватает именно практики Каждый вечер прописывать именно разбор того, что попадает в ваше эго Ваше эго травмировано Под названием все должно быть так, как я хочу Руководство должно вести себя так, как я считаю справедливым У вас вообще слово справедливость Это такая проблема, потому что то, как вам кажется справедливо Это для вас истина в мире Но на самом деле ваша справедливость Это вообще не истина в мире Это лишь ваше убеждение, как они должны себя вести И как вы хотите Но это вовсе не означает, что это так То есть вам надо научиться немножечко свои требования Понимать, что они только ваши А что в мире еще есть куча людей со своими женами, семьями, простатитами, болезнями И прочими проблемами, которые могут сказываться на трудовом процессе Понимаете? Я вас понял, да? Я в принципе все это понимал, но в определительном разговоре Мне это как-то лучше заходится Ну, добро пожаловать на разбор Еще увидимся, у нас 8 занятий впереди Спасибо большое за звонок Успехов вам! Такс Ну что? Вот еще один хороший герой С еще одной очень таким интересным кейсом, да? Где есть гнев И человек не видел, как он сам У него была иллюзия о том, что у него просто что-то не идет И видите, критика к собственному поведению практически отсутствовала И получилось, как мне кажется, немножечко развернуть избушку Да? И он понял, что, блин Вы слышали в его голосе такое удивление в какой-то момент? Что до него в какой-то момент доскочила мысль о том, что он как-то себя ведет Леш, как вы точно отвечаете на ситуацию? Я могу за 5 минут понять ситуацию Мне это не сложно Мне сложнее достучаться до человека Спасибо И как мне кажется, получилось показать ему, что он сам Вот делает то, что приводит его к последствиям негативным Поняли? Супер Великолепно Произошел инсайд Супер Ну что, нравятся разборы? Хороший формат? Психотерапия Это не то, чему можно научить Это некая данность, которую можно развивать Давайте вот так я вам скажу чуть-чуть Окей? Нравится? Супер, спасибо Ну что же, давайте еще одного героя И на этом закончим Давайте еще одного героя на сегодня Спасибо, я рад, что вам нравится Надеюсь, вы не пожалели Но у нас впереди еще 7 таких занятий Представляете, сколько будет разобрано интересных случаев? Угу Ааа, окей Давайте попросим позвонить нам Гузель Гузель, позвоните мне, пожалуйста Гузель Гузель Гузель, прием Так, Гузель, где вы? Теряем время Гузель, добрый вечер Здравствуйте Спасибо, что позвонили Да, вам спасибо Выключите, пожалуйста, комнату вебинара, чтобы я не фонил Да, я выключила Супер Итак, Гузель, я вас внимательно слушаю Вы написали Я не должна Сожалеть о сделанном выборе Можете поподробнее, пожалуйста Я постараюсь вам помочь Да, мне всегда хочется Делать правильный выбор Всегда чувствую себя, сомневаюсь во всем Сделаю выбор Потом думаю, правильно я сделала Неправильно Боюсь как бы и ошибиться Вот И пожалеть о том, что Если сделаю что-то не так Или что-то пойдет не так Как мне бы хотелось А что случится, если Что-то пойдет не так И ваш выбор вас разочарует? Ну, я буду себя плохо чувствовать Нет, это последствия А что вы будете думать, если вы сделаете не идеальный выбор? Ну, я буду думать, что я не успешный человек Неудачница Что я ничего не умею Слушайте меня внимательно У вас есть убеждение о том, что Если вы нормальный человек То все ваши выборы идеальны И ошибок нет А если у вас выбор не идеальный И вы о чем-то пожалели Или сделали ошибку То это доказывает, что вы неудачник Да Так ли это? Да, скажи Как вам самой кажется? Ваше убеждение верно? Честно говоря, я волнуюсь Потому что вы сейчас стараетесь Опять же не сделать ошибку Я волнуюсь У меня начинает все путаться в голове Вы сейчас стараетесь не сделать ошибку Я даю вам задание Ошибаетесь сейчас как можно больше Я хочу, чтобы вы говорили полную чушь Будете говорить мне полную чушь? Я вас прошу, говорите полную ахинею Так Хорошо? Что? Так-то говорить полную хею Да Не старайтесь говорить правильно Смотрите Есть одна проблема Вы пытаетесь просчитать правильность выбора Потому что считаете, что это докажет вашу состоятельность Да А с чего вы взяли, что если у вас ошибка или что-то не так Это доказывает вашу несостоятельность? Ну что, если я не буду состоятельной Значит, меня не оценят как положено Как бы мне хотелось А как вам бы хотелось Мне бы хотелось Мне бы хотелось, чтобы мы восхищались Восхищались? Это равнозначно любили и уважали? Да Уважали, ценили, хвалили А с чего вы взяли, что если вы, например, выберете между одним и вторым и выберете то, о чем потом пожалеете С чего вы взяли, что это характеризует вас, что вы плохая? Давайте, предположим, вы пришли на базар Да Покупаете фрукты Угу И в какой-то момент вы увидели, что вы накладывали какие-то фрукты себе в корзину и не увидели, что два фрукта было гнилых Да С вашей точки зрения вы совершили неправильный выбор и ошиблись Не посмотрев Да Но кто сказал, что это доказывает, что вы плохой человек? Я буду себя корить за то, что я невнимательно смотрела, деньги зря потратила Вот Так То есть вы будете обменять себе это в вину, заметили? Да А как бы здесь можно было бы подумать более рационально? Да Ну, что я могла выбрать любой фрукт, я могла не заметить, просто как-то он не так лежал А может быть я возьму, он внешне будет хорошо выглядеть, но внутри он будет все равно гнилым, я это и не замечу Вот Нет здесь ничего страшного Ну, гнило гнило можно выбрать, не такая уж и проблема большая Угу И как это доказывает, что вы плохой человек? Да Да, от фрукта, моя личность от фрукта не зависит, какой бы фрукт ни был, я какая есть такая и остаюсь Предположим, вы выбирали между институтами и в какой-то момент на втором курсе вы поняли, что вы выбрали не тот институт, который вам подходит Как вы будете об этом думать? Думать, что моя жизнь проходит зря, я делаю не так А как можно было бы понять эту ситуацию более рационально? Что, учась в этом институте, на этом курсе, я могу в принципе поменять в любой момент профессию И это не означает? Не означает, что я выбрав неверный какой-то, сделав неправильный выбор Стоп, стой Очень не нравится мне слово «сделало неправильный выбор», запишите себе его Гузель, нету неправильных выборов Как? И есть опыт И вся наша жизнь сводится к накоплению опыта, а не попытке правильно жить Ваш выбор фруктов – это опыт, где вы в следующий раз просто будете более внимательны при выборе фруктов То, что вы выбрали институт, в который вы потом разочаровались – это прекрасный опыт Вы попробовали и поняли, что это не ваше Прекрасно, скажите спасибо Если вы попробовали какого-то человека и потом разочаровались, и вы сказали спасибо – это опыт Нету правильных и неправильных вещей, есть опыт Вы можете сначала что-то посчитать, что вам это понравится, а потом понять, что не очень Да Я прям очень сильно волнусь и переживаю, как бы для меня Вы человек, который я опёрлась, когда мне было тяжело И как-то вы как-то для меня тут такой Мне сразу теряясь Почему? Не знаю, у меня всё путается, начинает теряться А что сейчас происходит? Мне как-то всё в жар бросило, всё тело, и вот такая растерянность, ни одной мысли в голове нет После какой моей фразы? Может именно, что накопленный опыт, что это именно разные ситуации, я могу что учиться на этом, в разных ситуациях жизни не надо оценивать, как будто я уже неудачный человек Профессор Юнг называл это первой обреакцией, когда вы вдруг эмоционально осознали то, что оказывается нету каких-то неправильных ошибок, неправильного выбора, есть что? Есть просто выбор, который приносит определённый опыт Вы слышите, что вы сейчас говорите гораздо увереннее, чем в начале? Да Почему? Ну, потому что теперь я как-то более чётко это понимаю Что я могу, несмотря на свой выбор, если даже какой-то я сделаю выбор правильный или неправильный, это будет просто мой выбор, который даст мне моё собственное развитие и мой опыт Молодец В дальнейшем я смогу уже благодаря этому опыту познавать дальше, не останавливаясь и уже смотреть на предыдущие свои шаги и благодарить их за то, что они у меня были Слышите все, как она уверенно это говорит, даже с улыбкой чуть-чуть Угу Супер Спасибо вам большое Спасибо Спасибо Ух Люблю свою работу Ну что же, вы поприсутствовали на дебютном занятии кейсов Спасибо большое всем участникам, я не считал сколько получилось разобрать, а кто-нибудь посчитал примерно? По-моему около пяти, да? По-моему пять, ну да, как мы и декларировали Вот примерно так Каждый вторник и среду Мы будем тихо, спокойно исправлять ошибки Вы будете это слышать Нравится? А я люблю то, чем я занимаюсь Потому что я занимаюсь тем, что очень органично со мной И этому нельзя научиться в институте Ни на каких семинарах Это должно быть очень органично Я не хвалюсь от себя, просто я пытаюсь Я буду с февраля готовить психологов И я буду их учить Вот, быть очень органичными В своей профессии Там будет уже в январе представлен блок обучения И я хочу подойти вообще по-новому к обучению психологов и консультантов Чтобы они были максимально эффективны для своих клиентов Супер, хорошо Я рад, что вам понравилось Мы завтра с вами встречаемся в этой самой комнате А те, кто смотрит в копии Тоже это имейте в виду Скайп все, по-моему, мой установили Все уже технологию поняли Я думаю, что ни у кого вопросов не возникнет Ясно? По поводу, во всяком случае, технической части Копия Я не установил, но установите Копии этого занятия будут вам высылаться, как обычно, на следующий день Первая копия вот этого занятия Будет выложена в свободный доступ Для ознакомления оставшихся зрителей канала Я думаю, что это будет интересно для них Потому что многие побоялись прийти Несмотря на то, что у нас 170 человек Все равно многие побоялись прийти из-за конфиденциальности Из-за каких-то опасений Видите, что это достаточно интересно Абсолютно анонимно И достаточно терапевтично для тех, кто слушает Я рад, что вам понравилось Я вас попрошу закончить чуть-чуть пораньше Хорошо? Я немножечко хочу отдохнуть Дайте мне на 5 минут пораньше закончить А мы завтра закончим чуть попозже Хорошо? Спасибо вам большое за наше занятие Я старался Но не был напряжен Я старался так, чтобы прочувствовать каждого героя Спасибо отдельно героям До завтра Завтра вечером мы продолжим С почином Ну да, тип того Спасибо большое Занятие завтра Все это помнят? Ребята, а все помнят, что занятие завтра? А тут кто-то спрашивает А завтра занятие? Занятие вторник и среду У нас базовый сезон Седьмой или шестой Идет по понедельникам и четвергам А разборы По вторникам и средам Внимание все Пожалуйста Кто занимается на шестом сезоне Пароль не теряйте У вас две комнаты Два пароля У вас пароль от разборов И у вас пароль от сезонов Все это поняли? Это разные комнаты В понедельник и четверг вы вводите пароль от сезона А вторник и среду вы вводите пароль от разборов Ребятки Вечера с Алексеем Красиковым Ну да Спасибо, счастливо, всем пока До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok